Ростелеком 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 Могут дать конкретный ответ на него. Предотвращение оттока клиентов в телекоммуникационных компаниях строится на четырех основных моделях, показанных на слайде. На практике сегодня чаще всего используется сочетание реактивных и проактивных мероприятий, направленных на сохранение абонентов, и предоставление клиентов продуктов и услуг высокого качества и обеспечение преференции в обслуживании в зависимости от срока сотрудничества с компанией данного клиента. Следует отметить, что отток клиентов – это общемировая проблема телекоммуникационной в отрасли. Она усугубляется еще и тем, что в условиях насыщенного рынка новых клиентов привлечь можно, но только путем переманивая их у конкурентных компаний. Бесспорно, что в такой ситуации предотвращение оттока клиентов становится одной из важнейших задач телекоммуникационных компаний, за счет чего они смогут добиваться дальнейшего стабильного роста. Направление ресурсов в сферу обеспечения лояльности клиентов для снижения и предотвращения их оттока является одним из фундаментальных факторов сохранения абонентской базы телекоммуникационных компаний. Столкнувшись с необходимостью предотвращения оттока, чаще всего компании прибегают к разработке адаптивных моделей удержания клиентов, дифференциации клиентов и использованию программ, основанных на диверсификации потребительского опыта. Также применяются стандартные модели, такие как скидки, акции, бесплатные предложения. Однако данные подходы в настоящее время практически не действуют, так как по своей сути они очень быстро копируются конкурентами, ну и в принципе же похожи на предложения, уже действующие на рынке. И поэтому основным вопросом в данной области является эффективность борьбы за лояльность клиентов, которые напрямую выражаются в снижении их оттока. В телекоммуникационной отрасли в последние годы актуализируется вопрос использования лояльности клиентов в качестве альтернативы традиционным стратегиям, которые направлены по большей части на увеличение абонентской базы и объема выручки. И целевые программы лояльности – это один из основных трендов на сегодня в работе с клиентами. В общем виде целевая программа лояльности имеет стержневую структуру. Основой для ее построения выступает не сам факт необходимости повышения лояльности со стороны клиентов, а внутренние проблемы, которые существуют у нас в компаниях. Устранив их, компания обеспечивает уважение клиента к себе. На основе этого определяются и фундаментальные факторы, повлекшие возникновение этих проблем. Соответственно, благодаря чему мы уже дальше можем нивелировать свои кросс-функциональные процессы, устраняя несоответствия и тем самым повышая лояльность клиентов. Первоочередной задачей является реализация процесса непрерывного мониторинга тенденций оттока через абсолютные относительные производные показатели, причина отказов клиентов от обслуживания, поведения клиентов, а также работы сотрудников, непосредственно осуществляющих контакты с абонентами. Согласно концепции лояльности, упор должен делаться не на операционные, а на стратегические улучшения, направленные на обеспечение лояльности клиентов компании. Такие улучшения вне зависимости от своего конкретного содержания должны преследовать одну из трех целей. Во-первых, это повышение качества предоставляемых услуг. Во-вторых, это устранение фундаментальных проблем, которые у нас имеются в кросс-функциональных бизнес-процессах. И, безусловно, это повышение эффективности управления оттоком клиентов. В результате реализации целевых программ лояльности клиентов Клиентов компания получает два основных результата. Это удержание клиентов с одной стороны и снижение оттока с другой. И вот то, о чем я сказала в самом начале. Прежде чем приступить к разработке стратегии повышения лояльности клиентов, и дабы наиболее, скажем так, получить эффективный инструмент и посмотреть, а что же сегодня у нас происходит в компании, я предлагаю следующие методики. Первым методом оценки текущего положения в компании отношения оттока клиентов является динамика данного оттока и для выявления ее закономерности в оттоке клиентов и определения темпов оттока, согласно которым можно прогнозировать показатели оттока в будущих периодах. Сам по себе данный метод является первоочередным анализом, и его результаты выступают отправной точкой для разработки решений, уже направленных на снижение оттока и повышение лояльности клиентов. Следующая же метода, что необходимо сделать, это анализ причин оттока клиентов. Они у нас есть в наших компаниях, мы знаем их перечень, но насколько они актуальны на сегодняшний момент, здесь уже можно сказать, то есть свежим взглядом, посмотрев на те информационные системы, на те прошитые причины и на действительно реальную ситуацию, которая сложилась у нас при работе с клиентами. Итак, вторым методом выступает анализ причин оттока, и задачами анализа выступает актуализация причин. Разделяя массив уже имеющихся данных на самостоятельные элементы, можно группировать причины по сфере их возникновения. Например, это будут финансовые причины, технические причины, или же, в принципе, инициатива общества расторгнуть договорные отношения с данными клиентами. Классификация и ранжирование позволяют выявить наиболее масштабные причины, на которые компании следует в первую очередь обращать внимание. Для выявления перспективных направлений повышения лояльности следует проводить интервьюирование и опросы клиентов. Вот здесь, я считаю, лежит наиболее интересная информация. То есть мы можем ее взять от клиентов, просто поговорив с ними. Потому что ни для кого не секрет, работая в стандартных процессах, тем более в крупных компаниях, возможно, глаз может и замыливаться. То есть мы можем иметь свою некую картинку, уже сложившуюся. А вот когда нам срез уже дает клиент непосредственно, он может нас натолкнуть очень даже на интересные, скажем так, перспективы в развитии. И методика оценки ценности клиентов. Что представляет она собой? Это определение средней ценности клиента для компании, которая основывается на отношении средней ценности клиента к средней стоимости его привлечения. На слайде представлена данная универсальная методика. Среднестатистический показатель здесь будет 5 к 1. Для компаний с развитой маркетинговой деятельностью он будет составлять 10 к 1 и более. И как под итог всем этим рабочим инструментам финальный этап – это оценка эффективности решения проблемы оттока. Мы говорим о сохранении абонентской базы. Звучит гордо, но за всем этим стоят финансисты, к которым мы обратимся за операционными затратами. И скажем, чтобы нам сохранить вот такую-то вот часть дохода, который мы теряем на сегодня потенциально, а дайте-ка нам, пожалуйста, операционных затрат на сумму такую-то. Вот чем интересен данный слайд, то есть данный метод. Он основывается на динамике базового показателя оттока, изменении средней выручки на одного пользователя и производного показателя, в качестве которого может выступать антиципированный убыток. Данный показатель отражает возможный объем выручки в следующем периоде, который компания теряет по причине оттока клиентов. Антиципированный убыток в данном случае рассчитывается как произведение количества абонентов, прекративших пользоваться конкретной услугой за анализируемые периоды, и среднего значения показателя средней выручки, или арпу на одного пользователя за эти же периоды. Снижение оттока ведет к сокращению данного показателя, что свидетельствует уже об эффективности реализуемых мер, направленных на повышение лояльности. И достижение баланса между удержанием клиентов и снижением оттока означает нахождение второй точки соприкосновения, когда компания начинает инвестировать в сохранение абонентской базы и повышает тем самым свою выручку. Общемировые тенденции оттока свидетельствуют, что в телекоммуникационной отрасли ежегодный показатель оттока клиентов варьируется в зависимости от территории. Наибольший показатель на сегодняшний момент в 50% наблюдается в Азии, на втором месте у нас США, это 40%, и на третьем Европу около 30%. Если по своей сути отток клиентов означает, что они уходят туда, где лучше условия, то ежегодно получается трое из десяти клиентов меняют своего провайдера или оператора, уходя к конкуренту. Какие бы услуги компания не оказывала на рынке, с данными тенденциями нам приходится считаться. Учитывая, что проблема затрагивает абсолютное большинство компаний, существует модель развития телекоммуникационных компаний в условиях оттока. Согласно ей, базовым развитием считается ситуация, когда компания получает каждый год 100 новых условных клиентов, и никто из них не расторгает договор на обслуживание. Такой модели соответствует около 1% телекоммуникационных компаний в целом, а нормальным развитием среднестатистическим на сегодняшний момент считается соотношение прироста абонентской базы и оттока, равное 40 к 20. Такой процент соответствует 27% компаниям, и 41% компаний развивается в условиях доминирования оттока, когда он либо равен росту абонентской базы, либо же в целом и превышает его. В результате такие компании стагнируют и не могут выйти за пределы зоны лимита оттока. Промежуточное положение занимает около трети всех компаний, которые в принципе в равной степени эффективно справляются с оттоком. Простите, вот здесь со слайдом версия несколько другая, была формирование презентации. Так, но вкратце, что бы мне здесь хотелось сказать. Как для сохранения абонентской базы, собственно, так и для ее наращивания широко используются на сегодняшний момент различные подходы к дифференциации своих услуг. Вот на данном слайде я хотела представить два примера дифференциации предложений для абонентов на примере двух различных компаний. В первом случае компания ограничивалась небольшим развитием тарифной линейки, что ведет к низким затратам, казалось бы, на работу с существующими абонентами и сосредоточивания усилий на наращивании абонентской базы. А вот во втором случае компания представляла более масштабную работу, реализовала по дифференциации тарифных планах, где уже были добавлены дополнительные сервисы, сопутствующие услуги, что обеспечило более высокий охват абонентов, более высокий показатель средней выручки на абонента и за счет адресного характера индивидуальности предложений уровень лояльности клиентов данной компании будет выше. Соответственно, мы сделаем вывод, что данная компания развиваться будет гораздо стабильнее. Прошу прощения, история выглядит следующим образом. Ну и подводя итог, собственно говоря, я проговорила про инструменты, проговорила про направление в процессе формирования лояльности, то есть как результат этой работы, что же мы должны получить. Прежде всего, я здесь представляю основные выводы относительно решения проблемы оттока и повышения лояльности клиентов. Сохранение абонентской базы, учет, анализ, планомерная ликвидация имеющихся и возможных причин оттока представляет собой основу для эффективного управления оттока в целом. Этот же комплекс мер будет сказываться и на повышении лояльности абонентов. Проактивный же подход к сохранению абонентов должен быть основан на выявлении возможных причин расторжения договоров и решении данных проблем до момента еще обращения абонентов в компанию с целью расторгнуть его. Реактивные же меры необходимо реализовать для предупреждения оттока посредством оперативного реагирования на обращение абонентов, содержащих жалобы и претензии на качество предоставляемых услуг, а также выражающих намерение расторгнуть договор. И синтезируя все эти данные положения, очевидна эвентуальность решения проблемы оттока клиента в целях их сохранения и минимизации убытков посредством комплекса проактивных и реактивных мер. И в завершении уже своего выступления я остановлюсь на этом слайде, который в принципе показывает управленческие этапы внедрения процедуры по работе с оттоком. Мы понимаем, что в компании появляется фундаментальный документ, который утверждается, согласовывается. Там собственно и будет подход и к повышению лояльности, и регламенты взаимодействия сотрудников будут изложены с клиентами. Соответственно, вторым основным шагом – это обучение процедуре работы с оттоком сотрудников отделов обслуживания клиентов. Внедрение, безусловно, аналитического модуля внутри корпоративной информационной системы. Это тоже очень важно. То есть настолько должны быть детализированы причины, чтобы мы понимали, куда дальше в рамках кросс-функционального бизнес-процесса мы двинем проблему, которую выявили на этапе мониторинга. Далее – это разработка и утверждение универсального целевого показателя оттока абонентов – это наши KPI. И, безусловно, подход к разработке и утверждению для абонентов специальных тарифов, позволяющих удержать клиента, которые обеспечат, в свою очередь, предложение универсированного подхода к таким тарифам в принципе в компании. По объективным причинам следует, конечно же, здесь разграничивать клиентов и по возможности предлагать индивидуальные тарифы для особо ценных с целью их сохранения. Коллеги, таким образом у меня все. Вот вкратце та инструкция, о которой мне хотелось бы проговорить. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, готова на них ответить. Вопросы к Елене из зала. Прошу вас. Добрый день, Елена. Спасибо за интересный доклад. Меня зовут Татьяна. Представляю Orange Business Services России. Скажите, Елена, у меня такой больше практический вопрос. Возможно, у вас есть какие-то наработки, уже, может, вы что-то проводили. В плане того, как ведут себя клиенты и в течение какого времени, которые уже собираются, в принципе, уйти с компании, переключиться на другого оператора. Как правильно понимаете, меня больше интересует стационарная телефония. Которые уже собираются уйти. Которые, в принципе, да, уже на подходе, чтобы уйти, отключиться. И есть ли какая-то тенденция в поведении с трафиком, я не знаю, с какими-то другими коммуникациями, как с компанией с вашей стороны? Бесспорно. Татьяна, есть такая методика. То есть анализ трафика, мы уже понимаем, это внутризоновая связь, это междугородная. Если трафик до сих пор клиентам использовался, а ныне сократился, в принципе, тот трафик местный, который проходит, мы тоже можем взять по нему срез и сказать, да, что вот клиент уже давно, допустим, в течение трех месяцев активной услугой не пользуется. Об этом я, к сожалению, не проговорила. На слайде информация была представлена. Соответственно, это и будет, скажем так, тем флажком, на который мы должны обратить внимание и среагировать на сложившуюся ситуацию. Как период три месяца? Период три месяца, да. Еще вопросы к Елене. Давайте тогда поблагодарим Елену аплодисменты за ее очень детальный с цифрами и выкладками доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!